В Барнауле уже несколько месяцев не работает бесплатный тренажерный зал для инвалидов. Организацию Инваспорт весной попросили покинуть помещение, которое они занимали с 90-х годов. Помещение было подвальным, что противоречит закону. В качестве альтернативы Министерство спорта края предложило им другой подвал, поэтому клуб отказался. У подведомственных министерств и учреждений отсутствуют свободные помещения. Министерством спорта Алтайского края предложена помощь по организации занятий в коммерческих тренажерных залах, но для тренировок членов клуба необходимы особые условия и специализированные тренажеры, поэтому Игорь Владимирович Кузнецов от этого предложения отказался. Помощь предложили, говорит директор Инваспорта Игорь Кузнецов, но заниматься в таких условиях разрешили бы около 10 инвалидам, участникам всероссийских соревнований. Но что делать другим 80 инваспортсменам? Еще один вариант, говорит Кузнецов, найти коммерческое помещение с низкой арендной стоимостью за квадратный метр. И такое даже подобрали на Солнечной поляне. Аренда метра 400 рублей за квадрат. Есть варианты за 200 рублей, но еще дальше. Ответы от Министерства финансов ждут больше месяца. Я тоже задавал вопрос, обозначить мне цену, за которую Министерство финансов будет финансировать. Ищите дешевле. Насколько дешевле, не понятно. Я все-таки вижу, что был какой-то государственный центр. Потому что у нас Алтайский край – это единственный регион, где нет такого центра. С таким подходом, наверное, паралимпийское движение будет только, наверное, умирать. И сейчас у Кузнецова два опасения. Первое, что в зал, расположенный далеко от центра, смогут добираться не все инваспортсмены. А второе, что пока Минфин рассчитывает бюджет, зал может арендовать кто-то другой. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.